Ненцы, русские, коми, татары, азербайджанцы и другие представители народностей, проживающих на территории округа, встретились на одной площадке, чтобы отметить День народного единства. В столице Ненецкого округа прошел праздник национальных землячеств «Венок дружбы». Нашей съемочной группе удалось не только посмотреть на богатое творчество представителей разных культур, но и попробовать национальные блюда. А еще, по словам представителя азербайджанской диаспоры, в этот плов добавляют сушеный алычу, курагу, шафран, изюм и лук. Всего более 10 разных ингредиентов. На празднике «Венок дружбы» стол азербайджанцев был самый богатый. Люля-кебаб, авдух, шахер-чурек, ферни, джизбы с такими национальными блюдами угощали всех желающих. Я жительный желаю здорового, счастья. Дай бог всегда такой праздник был у нас. Ну и как вам живется здесь? Очень хорошо, очень. Нарья Марнас очень понравился. Всем очень мы благодарим вам, что вот такой город. Мы находимся спокойно. Очень вам благодарим. Хорошо живется в Ненецком округе представителям татаро-башкирского землячества. На этом празднике они выделялись богатыми национальными костюмами. Сказать по правде, костюмы эти, они не являются народными. Это концертные костюмы. Но элементы в любом случае соблюдены. То есть, например, вот эти валаны говорят о речных просторах. То есть, с этим связано. Если говорить о узорах, то это о богатстве, скажем так, леса, луга, поля. В общем, с природой все связано. Все это связано с природой. И все это вышивалось, естественно, вручную, что говорило о том, какая там девушка-мастерица в своем деле. Айгюль с детства хорошо вышивала. И это умение оценил ее супруг Радив. Сегодня он вместе с женой знакомит гостей праздника с национальными свадебными традициями. А вы сватьев засылали когда? Она очень-очень далеко живет. Я сам-то с Башкирии, а она здесь родилась и жила. Нет, я его сюда привезла. Я выбрала себе народ. Это я заслала, это я сама его привезла. Мы немножко нарушили традиции. Но все остальные традиции соблюли, конечно. Там, видите, когда еще он привозит невесту в дом, обязательно встречает мама. Я должна встать на подушку, которую она сама сшила, а дает мне ложку меда и масла, чтобы была легкая жизнь и сладкая. Принято встречать с маслом и ложкой меда, но уже в чае и у представителей Чуваши. Этот народ славится своим гостеприимством. Вот и на праздники чувашское землячество Юман, что означает древо жизни, угощали целебным напитком. У нас вот чай липовый, липовый чай и страв, только чисто натуральные продукты. Вот вам поставь, пожалуйста. Конфеты, птичье молоко, чувашское производство, это все привезено из Чуваши. Сами стараемся, привозим все пасков и стараемся показать себя, что вот здесь Чуваши, Чувашская нация, что мы здесь со всеми наравне. На праздники венок дружбы все чувствовали себя наравне. Это более 20 национальных и территориальных землячеств. Организаторы праздника, этнокультурный центр, клуб земляков и дворец культуры Арктика особенно постарались. На фестивале можно было не только увидеть и попробовать на вкус культуру разных народов, но и побывать в краеведческих уголках. На одном из них учили делать сердце русской избы. Раньше стояли вот такие печи. Как ложить кирпичи, это передавалось по истории от деда к отцу, от отца к сыну и так дальше. Меня, например, это все обучал мой дядя Кисляков Федор Павлович. Ну вот, я показываю детям, как это нужно. Дети и взрослые на праздники могли научиться не только класть кирпичи, но и правильно надевать хомут на лошадь. В телегу, в саночке ее запрячь и поехать. У нас конно-спортивный клуб «Фортуна». Мы недавно только открылись и вот приобщаем молодежь к лошадям. Приходили маленькие дети и получилось так у них. Кое-как, ну, все правильно делают. Получилось делать правильно и у Кости с Левой. У мальчишек сегодня особая миссия. Ну, я раздавал билетики со своим другом Левой. Своим другом Левой? Да. Что за билетики? Ну, это на праздник День единства. Мы этот праздник сегодня отмечаем все вместе. Так как на этом празднике все выступают и танцуют, и поют хором. Ленинский автономный округ очень хороший для людей. Всего в фестивале национальных культур, который проходил в День народного единства, поучаствовали более тысячи людей разных религий и национальностей. По словам организаторов праздника, такой межнациональный венок дружбы удалось сплести благодаря общей любви к России. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.